Агена, это кто? Муж? Чей? И ваш, и наш. Я знаю, для вас это шок. Мы тоже, когда узнали, очень переживали. Но раз ваше имя есть в списке, оно, кстати, особо отмечено, значит, вы тоже, как и мы. Вообще, когда я прочитала этот сценарий, я просто хочу, я не видела людей, которые это написали, там две какие-то женщины, которые написали этот сценарий. Я вот готова просто этим двум женщинам, я не знаю, ноги целовать, потому что в наше время написать такую историю с таким юмором, с таким знанием просто женского, нутра женского существа, написать эту историю. И эта роль, она, конечно, очень сложная. Если ты хочешь мужика завоевать, надо быть порешительней. Смотри. Черт! Ах ты, зараза! Ты что, дурела? Куда ты под колеса-то лезешь? Куда едешь? Тебе какая разница? Я так просто спросила. Я-то в Синедальск. Тебе-то что? Отлично! Она директор ЖЭКа, но при этом в ней столько всего намешано, то есть она как бы, она и слабая, она и любящая, она и любимая, и ранимая. И она разная очень, так же, как и любая другая женщина. Кир, ну мы же решили с тобой бороться. Господи. Да не нужна мне ни борьба, ни бури. Так не то, что без мужика, так без головы останешься. Получи! Я и окно это расколотила, да? И Анютку тоже я до полусмерти напугала, да? Да пошла ты! Давай, давай, чё, стол расколоти! Зазернение происходит, это внутри где-то, да? То есть ты, конечно же, ищешь в себе. Это всё, когда ты в кого-то влюбился, так здорово, когда ты там кому-то позавидовал, а когда ты вот как бы выкарабкивался из этого состояния, да? Сейчас. Я... Я тут и деньги принесла, чтобы вы не бесплатно получше его защищали. Вы хотите ему помочь? Ну так ведь дочь у нас. Актёрская профессия, она разная. Она и женская, она и мужская, потому что сейчас так мало мужчин настоящих. Мужчина должен быть в профессии, так же, как и в женщине, должны присутствовать обязательно мужские какие-то железобетонные качества, обязательно. Это у вас тут что, с Куликовской битвой висит? А? Такие агрегатики уже 20 лет как с производства сняты. В курсе? Вы мне средства на новые выделили? Ах, ты про средства заговорил! Отлично! Давай разговаривать про средства. Должна быть обязательно железобетонная стена, которая в нужный момент поднимается, и ты как бы становишься мягким, ранимым, как бы для образа, да, если это нужно. А в нужный момент она хлоп и опять закрывается. Куда? Стоять. В театре как-то вот я не позволяла. Вот, то есть как бы муж, актер уже достаточно для начала. Вот, а на съемочных площадках всегда кто-то нравится. Всегда. То есть как бы, конечно, ты приезжаешь, и в первый же день ты... И как бы не обязательно там, что дойдет до романа, да, но как-то, ну, кто будет, как бы присутствие, какого человека будет тебя подстегивать, как бы, конечно, всегда находится такой человек. Может, я зря тебе вообще бензинчик доставала, а? Каюсь, каюсь, каюсь. Был неправ. Готов взять все свои слова обратно. Вы само совершенство. Вот так вот. Музыку включи. Артист обязательно должен быть, вот как я, да, вот для меня очень важно быть в ежовых рукавицах режиссера. Обязательно. То есть мне должны быть поставлены железные рамки моей, моему образу. Но при этом колоссальная, мощная свобода. Музыка. Музыка.